Благословен Бог нашим, Аминь! Православная Закамья представляет Жития святых Святая великомученица Варвара родилась в IV веке в Сирии в семье знатных язычников. Мать Варвары умерла рано, и отец ее Диаскор был настолько привязан к дочери, что запер девушку в башне, желая уберечь ее от посторонних людей. С высоты, где одиноко жила Варвара, открывался вид на прекрасный бескрайний мир. Днем девушка могла видеть реки, леса и поля, убегающие за горизонт, ночью она любовалась звездным небом. Скоро затворница стала думать о том, как велик должен быть творец этой невероятной красоты. Мысль, что идолы, которым поклоняется ее отец, могли создать такое совершенство, казалась Варваре невозможной. Пришло время, и к дочери Диаскора стали свататься богатые горожане, но Варвара всем отказывала. Тогда Диаскор разрешил ей выходить на улицу, чтобы она увидела жизнь и сама захотела замужества. Оказавшись на воле, Варвара узнала о христианах, которые рассказали ей о Творце и Спасителе Мира. Скоро некий александрийский священник крестил ее и наставил в вере. С великой радостью вернулась Варвара домой. С этого дня она решила посвятить всю себя служению Богу. Однако скоро Диаскор вернулся и, узнав о том, что его любимая дочь стала христианкой, бросился на нее с оружием. Варвара в страхе бежала в горы, но отец нашел ее и привел на суд к правителю города. Диаскор при всех отказался от дочери и отдал ее в руки мучителей. Варвара без страха исповедала себя верующей в Господа Иисуса Христа. За это ее жестоко избили и бросили в темницу. Ночью сам Христос явился молящейся Варваре и исцелил ее. На следующее утро все увидели чудо. На теле осужденной не оказалось ран. Вдохновленная такой милостью, христианка по имени Иулиания при всех исповедовала свою веру и пожелала разделить с Варварой страдания. Обеих девушек стали долго изощренно пытать, стараясь продлить их мучения как можно дольше. Несмотря на невыносимую боль, христианки не отступали от Господа. Тогда им отрубили головы. Причем Диаскор собственноручно казнил дочь. Но недолго безумный язычник прожил после убийства своего ребенка. Скоро его ударила молния, и он сгорел заживо. Святые мощи великомученицы Варвары долгое время хранились в Константинополе. А после дочь византийского императора, выйдя замуж за русского князя, перевезла их в Киев, где они и покоятся по сей день. Лучшая ваша благодарность за наши труды, это лайк и подписка. Подписываясь, не забывайте нажимать колокольчик, чтобы сразу узнавать о наших новых видео.